Волонтёры города объединились в благом деле подготовки открытой площадки для содержания бездомных собак. Общими усилиями неравнодушных людей территорию вблизи приюта Котопёс освободили от залежей строительного мусора. Тему продолжит Светлана Кель. Это дружное мохнатое семейство новоиспечённые обитатели городского приюта. Щенков хозяева за ненадобностью выбросили на улицу. Сегодня Котопёс для них и ещё сотни кошек и собак стал спасительным ковчегом. Очень хочется помогать таким животным. Очень хочется. Хоть что-то сделать, потому что они друзья наши. Зоозащитники объединили усилия. Для братьев своих меньших они готовят новую территорию. Сегодня это огромное заснеженное поле, заваленное строительным хламом. Совсем скоро станет благоустроенной площадкой для содержания бездомных собак – Центра помощи Котопёс. Воплотить идею в жизнь общественникам помогла грантовая поддержка. Были выделены 500 тысяч рублей. На эти средства мы закупили весь необходимый строительный материал, из чего должны будут собраны 10 вольеров для содержания 20 собак. Строительство – второй этап проекта. Сегодня волонтёры готовят почву для его реализации. На клич о помощи в расчистке территории откликнулся целый волонтёрский отряд. Дорога домой, Ковчег, Экамир Лабытнанги, партия «Единая Россия». Когда это касается общественных усилий, это всегда полезное дело. А если оно направлено ещё на сохранение таких творений, как собаки, кошки, то это вдвойне полезнее. Общими усилиями волонтёры собрали огромную кучу крупногабаритного мусора. На этом этапе ручной труд завершён. Дальше к работе по очистке подключится уже спецтехника. У нас есть определённые договорённости с представителями транспортных компаний, которые также готовы помочь. И техника будет отправлена сюда, и этот мусор будет вывезен уже на мусорную площадку. Расширение территории приюта кардинально проблему с бездомными собаками, конечно, не решит. По мнению волонтёров фонда «Дорога домой», прежде всего нужно воспитывать в людях ответственное отношение к животным. Возможно, тогда на улицах города станет меньше хвостатых беспризорников. У нас есть такая практика, что мы ходим по школам и рассказываем, что собаку надо гулять на поводке, что надо делать прививки, как ухаживать за собакой, за кошкой. Какая-то большая ответственность. Как преображаются животные, когда их берут с улицы, и как они преображаются, когда получают любовь, ласку, обретают свой новый дом. Дети это видят, это сравнение, и это очень здорово. Я надеюсь, что дети нашего города вырастут и будут очень ответственно относиться к тем животным, которые они берут в дом. И иди сюда. Выходные для хвостатых обитателей приюта всегда праздник. Это возможность пообщаться и поиграть с людьми. Кто его знает, возможно, кому-то из этой мохнатой компании посчастливится, и он обретёт преданного друга в лице нового любящего хозяина. Светлана Кель, Евгений Садыков, программа «Время местное». Продолжение следует...